Закрыть небо и освободить территории. Какие системы ПВО и самолеты нужны Украине? Украине для самостоятельной защиты неба нужно еще очень много комплексов ПВО, в частности, западных образцов. При этом для быстрого освобождения оккупированных территорий в воздушных силах нуждаются в самолетах F-15, F-16. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на слова спикера командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона. Нам нужно комплексов ПВО, РЭД. Еще очень много. Эти комплексы призваны, чтобы создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны, говорит Игнат. По его словам, на сегодняшний день в Украине, основой все же остаются советские образцы, такие как БУК М1С-300. На Самс и Айристи, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, их есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка Айристи, две батареи на Самс на сегодня. Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталось от Советского Союза, отметил Игнат. Он подчеркнул, что украинским военным также нужно усилиться такими системами, как Патриот или Сэмпти, которые в том числе могут работать и по баллистическим целям. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день мы зависимы от западного вооружения. Это касается и артиллерийских систем и танков. Впрочем, нам нужны также и самолеты. Без технологических самолетов, которые сейчас есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие. Генерация голоса, выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Самолеты как F-15, F-16 будет очень тяжело. Очень хотелось бы иметь такой спектр на вооружении в воздушных силах, ведь это позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освобождение наших оккупированных территорий, резюмировал Игнат. Напомним, после падения ракет на польской территории, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качинский предложили Германии разместить патриот в западной части Украины. На что в Берлине ответили, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Североатлантического Союза должно быть согласовано со всеми странами-членами. После генсека НАТО Йонс Столтенберг заявил, что передавать Украине те или иные системы ПВО или нет, решать правительством стран. Германия же заявила, что обсуждает запрос Польши о предоставлении Украине систем патриот. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. РБК Украина